Ну что, друзья, я вас поздравляю, август в разгаре, и в жизни россиян кое-что поменяется, между прочим. Причем я бы не назвал эти перемены положительными, хотя на первый взгляд так может не показаться. Ну, например, пенсионеров хочу поздравить и даже порадовать, им пенсии с первого числа подняли. Впрочем, слишком широко я бы карман на месте этих товарищей не держал. Максимальная надбавка составит 261 рубль 72 копейки, и ни в чем себе не отказывайте. Приятная новость для автолюбителей, ваша машина затонирована. ГИБДД аннулирует регистрацию таких автомобилей, ну что, поднял я вам настроение. Тогда начинаем. Ах, да, чуть не забыл. Еще в силу вступил закон о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Ну, такие ситуации мы с вами наблюдаем все нынешнее лето, наводнения, то там, то сям. Лесные пожары. По последним данным, напомню, 3 миллиона гектаров леса в Сибири сгорело. Вместе с лесами выгорели целые поселки. Вот, правильно вы меня поняли, что сделало государство в данном случае. А государство скинуло из себя всю ответственность. То есть раньше, помните, да, пострадавшим какие-то компенсации выделялись. Может быть, не очень большие, но выделялись. Сейчас нам, по сути, предложили позаботиться о себе самостоятельно. Живешь в зоне риска, страхуй свою избушку, не застрахуешь, извини. Все, что сейчас исправит ситуацию с пожарами в сибирском регионе, это только погодные условия. Дождь пройдет, тогда все потушат. Потому что вы должны понимать, то, что начинало гореть, и то, что мы трубили, как сейчас модно говорить, флешмоб, это не флешмоб. Мы просто пытались хоть до кого-то достучаться. Когда начинало гореть, надо было тушить. Оказать помощь в борьбе со стихией предложил даже Дональд Трамп. Президенты России и США обсудили ситуацию по телефону. Владимир Путин выразил благодарность и отметил, что российская страна при необходимости воспользуется помощью. Слушайте, ну это уже откровенное издевательство, я считаю, в связи с чем возникает вполне резонный вопрос. А на кой черт нам тогда такое государство, если оно даже позаботиться о своих гражданах не хочет, когда граждане оказались у разбитого корыта, причем не по своей вине? Я могу принять историю, когда пьяный дурак заснул с сигареты и спалил собственную хату? В этом случае да. Почему все остальные, в смысле налогоплательщики, должны за этого дурака рассчитываться? Но в чем виноваты, например, жители Красноярского края? Или жители Тулуна? Или жители Амурской области? Лишь в том, что их губернатор никакой хозяйственник. Ну если говорить, например, о Дальнем Востоке. Да у них там этот Амур разливается с завидным постоянством. Там уже 150 раз можно было придумать, как обезопасить регион от данной напасти. Властям пофиг. Они только глав меняют, как пешки на шахматной доске. Только что толку от тех перестановок? Снова пришла беда, люди снова отворили ворота. В Прямурье все силы брошены на спасение людей, оказавшихся в зоне сильного паводка. Сейчас его пик находится у села Норск. Уровень реки Селимджа превышает критически почти на метр. Дороги затоплены, передвигаться можно только на лодках. Спасатели вертолетами эвакуируют жителей в безопасное место. Но некоторые отказываются покидать свои дома, им доставляют продовольствие и оказывают другую помощь. Всего же в регионе в воде оказались более 100 домов. 8 населенных пунктов отрезаны от большой земли. А теперь подумайте вот о чем. А это ведь последние разы, я так понимаю, когда мы можем наблюдать, что власти озаботились. Позаботились о людях, пострадавшим начали оказывать какую-то помощь. Потом все. Потом мы будем слышать омерзительные, издевательские речи Соловьева. Мол, вас предупреждали, что надо страховать свои домишки. Что ж вы не послушались, нечего сейчас клянчить. У государства помощь. Вот попомните мои слова, так и будет. Это реальная журналистика. Жить становится лучше, жить становится веселее. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Вы думаете, на этом хорошие новости у меня для вас закончились? Ошибаетесь. Конгресс США предложил Трампу на рассмотрение пакет новых санкций в отношении России. Вот теперь-то они там уже не шутят. На этот раз речь идет отнюдь не об олигархах или чиновниках наших, которым запрещают въезд куда-то там, арестовывают какие-то копеечные счета. Теперь, повторюсь, все по-взрослому. Например, предложена такая мера, как запрет на выдачу кредитов американскими банками российским. К чему это может привести? 2008 год. Помните историю с Лемон Бразерс? Обрушился банк за океаном, а шарахнуло по всей финансовой системе. Великая и могучая. Великая и могучая. Еще более радикальная мера. Полный запрет на экспорт товаров из США, кроме продовольствия и сельхозпродукции. Че ты там айфон в руках вертишь? Ну и верти, верти, пока. Еще пару лет назад радовался тому обстоятельству, что летаешь на комфортабельных Боингах. Ну-ну, на телеге пересядем, как в средние века. А программное обеспечение у вас какое стоит на компьютерах? На работе, дома? Продолжатель и сам уже понял, насколько такая мера может стать веселой. Кстати, не только о запрете экспорта от них мы сейчас говорим. На импорт американцы тоже предлагают наложить вето. То есть, по сути, мы рискуем лишиться вот такой части внешнеторгового оборота. А это налоги, миллиарды. Это тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, которые рискуют остаться не у дел, как следствие сотни тысяч новых безработных. Ну, как тебе такая перспектива? А что является первой причиной? Да просто отдельные товарищи там, из числа туповатых, вороватых российских чиновников, из числа дефективных управленцев и так далее, решили, что они великие. Решили, что они могут ни с кем не считаться, не придерживаться никаких международных норм, просто ведут себя как гопники, как с нами. Вот они привыкли на нас плевать и уверовали, что подобным образом можно поступать с кем хочешь. С американцами, с англичанами, с немцами. Ну, мы же крутые, у нас Росгвардия есть и какая-то там ракета. У нас основная проблема, что у нас при падении экономики, там, мои последние годы и шесть лет у нас падают располагаемые доходы населения, но при этом налоговая служба отчитывается о повышении сборов. Простите, и причем ни у кого, ни у кого даже не дергается глаз. Но только это опять-таки, это брежневские времена, когда закрываем шторки, раскачиваем вагончик, рельс уже нету, но делаем вид, что едем. И делаем чух-чух-чух. Вот что мы сейчас сделаем. Ну, это самый печальный сценарий я вам сейчас нарисовал. Я очень надеюсь, что там, наверху, во власти не только дураки сидят, что умные люди подскажут, ну, давайте как-то причешем свою распальцовку, но вы подумайте. Кстати, к тупоголовым патриотам хочу сейчас обратиться, которые обожают болтать о российском величии. Обожают нести ахинею, мол, ну, лучше ведь стало при нынешнем-то режиме. Хотите как в 90-е? Ну, давайте проанализируем, что было в 90-е. Все национальные богатства тогда принадлежали узкой группе людей, олигархам. А сегодня они кому принадлежат? Да неужели рабочим и крестьянам? Вот национализировали ЮКОС в нулевые. Тебе лично что от той национализации обломилось? Ты какими-то акциями этой компании обзавелся. У тебя как не было ничего, так ничего и нет. Просто на место Ходорковского пришел другой олигарх Сечин. На место Березовского Ротенберге и Ковальчук. Тебе-то что с этого? Причем в 92-м во время приватизационной аферы людям на руки хоть какие-то бумажки дали. Каждая из них оценивалась в 10 тысяч рублей. А после 2000-го ты лично что получил от произошедшего беспредела? Дырку от бублика? В 90-е были свободные выборы. В 90-е были независимые СМИ. Условно, конечно, независимые, но они были. В 90-е человек мог выйти на митинг, не опасаясь, что его и забьют милиционеры, а еще у людей тогда не отбирали пенсии. Не разрешали банкам отжимать единственное жилье из-за мизерного долга. Все это есть сейчас. Лучше стало, говоришь, а в чем и кому? Все. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в YouTube ссылка сверху. Больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйтесь. Темы предлагайте, поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok